Встречи клуба «Ветеран» проходят ежемесячно. Каждое для пожилых ивановцев – настоящее событие. Возможность встретиться, пообщаться и даже решить некоторые проблемы – свои личные или даже целого дома и улицы. В день заседания клуба в ЦКИО собираются не только пенсионеры, но и специалисты администрации и экстренных служб. В каждой из импровизированных приемных можно получить консультацию по любому вопросу, обратиться с жалобой или высказать предложение. От 800 до 1200 человек посещают каждое заседание клуба. Это нас каждый третий-четверг. И естественно, здесь они могут получить консультацию сразу, не записываясь никуда на прием и получают ответы или сразу консультируют, или потом дают письменные, все равно в виде ответы дают. Потом приходят, постоянно видят, люди получают консультации. Нина Сергеевна решила привлечь внимание управления благоустройства к опасным зарослям на одной из Ивановских улиц. Меня беспокоит борщевик. Я хожу на огород, и я выхожу от автовокзала. Там дом номер 153А. И вот там заросли, прямо целая аллея борщевика. Конечно, зимой этой проблемы не видно, но к следующему лету ее постараются решить. Наиболее часто люди старшего возраста обращаются именно по вопросам благоустройства и ЖКХ. Но на этот раз немало пожилых ивановцев обратились за консультацией к сотрудникам МЧС. После взрыва в городе Шахты у пенсионеров немало вопросов, касающихся правил обращения с бытовым газом. Спасатели поясняют, ничего удивительного в этом нет. Пожилые люди – самая бдительная категория граждан. Основной процент от обращений, даже поступающих к нам, это идет от непосредственно людей пенсионного возраста. То есть они более такие внимательные. Даже, может быть, не зная, как мы, как специалисты, мы знаем требования пожарной безопасности, они этого не зная, в свою очередь пишут, подразумевая то, что может что-то нарушаться. И, соответственно, рассматриваем, принимаем меры, перенаправляем в компетентные органы, работаем в данном направлении. Но и до тех, кто не обратился к спасателям лично, довели информацию о том, как не стать жертвой чрезвычайного происшествия с газом. Кроме того, пожилым ивановцам рассказали, как не стать жертвами мошенников, но и на сладкое ветеранам выступление творческих коллективов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.